В рамках городской программы мероприятий по празднованию 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне в средней школе номер один состоялся вечер-портрет в честь четырех моряков-днепровцев военной флотилии, героев Советского Союза. Мы проводим эти мероприятия для того, чтобы военно-патриотическое воспитание проводить с нашими молодыми ребятами, которые должны помнить и знать главную правду, которую сейчас пытаются исказить на всех уровнях Запад, Америка и прочее. Все говорят, что войну выиграли американцы с англичанами, а Советский Союз иногда доходит до того, что воевал на стороне Гитлера. Поэтому нужно нам донести правду, рассказать об этом. Все четверо моряков-днепровцев отличились во время наступательной операции «Багратион» и в ходе освобождения Пинска. Это старшина второй статьи Владимир Канареев, сержант Михаил Пономарев, краснофлотец Григорий Тупицын, младший лейтенант Николай Чалой. Примечательно и то, что всем четырем морякам-днепровцам в этом году исполняется 100 лет со дня рождения. Эти четыре человека активно участвовали во всех деяниях Днепровской военной флотилии. Они, начиная от Киева и дошли до Берлина. В мероприятии приняли участие представители горисполкома, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, члены городского союза ветеранов, ветераны военно-морского флота. О каждом из четырех героев рассказали участники клуба юных моряков, а ветераны военно-морского флота пели песни военных лет. А волны стонут и плачут, и бьется о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Присутствовал на встрече и участник Великой Отечественной войны Виктор Скоропад. Живой свидетель тех лет вспомнил один из случаев, произошедших, когда он находился на территории Польши. Немец, вступая, собрал всех жителей в костел и собирался их уничтожить. В это время бронекатери просто взяли в борт, на киломатру за 20, ворвались в эту деревню и освободили людей от этого уничтожения. И мы были там, как именинники, нас на руках носили. В тот вечер на мероприятии прозвучали стихи, песни, теплые слова в адрес участников Великой Отечественной войны. И, конечно же, слова благодарности тем, кто положил свои жизни на алтарь во имя Великой Победы. Нас опять Одесса встретит, как хозяин, звезды Черноморья будут нам сиять. Славную как ловку город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.